Всем здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке. Пожалуйста, не проходите мимо, помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра! Здравствуйте, друзья! Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. И мы с вами, как ни странно, на футболе. Приветствую всех телезрителей. Думаю, нас сегодня ожидает отличный матч. Команды начинают эту игру. Поехали! Это может быть опасная атака. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Перехват в центральной зоне. Удается ему остаться с мячом, несмотря на прессинг. Дмитрий Ефремов. Хороший пас во фланг. Партнеры поддерживают эту атаку. Казалось, вот-вот потеряет, но получается мяч сохранить. Гацкан. Калачев. А тренер хозяев тем временем готовит замену. Игрок уже у кромки поля, ждет отмашки арбитра. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Какой-то, знаете, между собойчик. Кажется, он получил небольшое повреждение. Сколько там еще замен осталось у команды? Да, не самый приятный момент. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяча? Приходится тренеру делать замену. Похоже, травма серьезная. Это может быть опасно. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Есть гол! Счет открыт. И прицелился, и ударил мощно, выбрал момент, нашел и забил. Отличное исполнение. Да, у этого парня не только умная голова, но, я бы еще сказал, золотая. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. И красиво и полезно. Замечательная передача. Иван Новосельцев. Кристиан Нобо. Александр Ерохин. Отлично сыграно. Отлично сыграно. Надо решать. Обратный пас. Очень быстро сыграно. Аут. Нобо. Александр Ерохин. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Владимир Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. И выбирает момент для обостряющей передачи. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестящий. Дмитрий Ефремов. Неплохой перевод мог получиться, но защитник накрыт. Нарушение правил. За такое судья может и карточку показать. Итак, смотрим повтор. Именно этот гол вывел команду вперед. Тимофей Ковачев. Новосельцы. Федор Кудряшов. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Слушайте, ну это просто Барселона-гвардиолы в лучшие времена. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Ковачев. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Две минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Дмитрий Полос. 1-0 после первого тайма. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так. Ну, я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Игроки отдохнули в перерыве и готовы снова ринуться в бой. Второй тайм начался. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Это может быть опасная атака. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Они закрепились на чужой половине, теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Александр Ерохин. И есть поддержка у этой атаки. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Дмитрий Полос. Попытался он сравнять счет, но удар оказался не точным. Тимофей Калачев. Тимофей Калачев. Александр Гацкан. Пока неплохо. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Какой-то, знаете, между собойчик. Взамен готовится в домашней команде. Решил тренер освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Тут может что-то получиться. Тут защита справляется по тере мяча. Сослан Джанаев. Александр Ерохин. Кристиан Нобоа. Отличная игра в пас. Все точно и по делу. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Готовится сделать замену наставник команды. Кристиан Нобоо. Кристиан Нобоа. Кристиан Нобоа. Продолжение следует... Продолжение следует... А они по-прежнему уступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет им удачу. Продолжение следует... Продолжение следует... Бросает в бой свежие силы тренер хозяев поля. Действительно, сейчас произойдет замена. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Совсем необязательная потеря. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Кристиан Нобо. Бить надо! И сравнивать счет! Не попадает он в ворота. А это был отличный шанс сравнять счет. И этот шанс, к сожалению, упущен. Тактическая замена от одного из тренеров. Усиление их играть сейчас явно не нуждается. Это явный фолл. Посмотрим, какое решение примет судья. А вот и повтор опасного момента. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Много еще играть. Десять минут. Это может быть опасно. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да. Ждет разрешение судьи. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Калачев. Александр Гацкан. Федор Кудряшов. Денис Терентьев. Положение вне игры сигнализирует Ланс. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. И это может быть опасно. А вот и подходящий момент, чтобы отыграться. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мяче. Судья добавляет три минуты. И навес. Могло что-то получиться после этого навеса, но защитник сыграл уверенно. Побежал на угловой вратарь спасать команду. Загружает мяч. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Загружает арбитр встречу и фиксирует победу со счетом 1-0. Он провел хороший матч. Просто здорово смотрелся, я бы сказал. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так. Напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом. Продолжение следует.